Меня зовут Игорь Зернов. Я бармен. Мне нравится, когда у разных вещей, а особенно у коктейлей, есть своя история. Например, мне всегда интересно наблюдать, каким образом тот или иной коктейль связан с рядом тех или иных событий. Вот и мой коктейль Пушкин Милк Панч родился благодаря сплетению нескольких историй. Истории Рома, Пунша, Российского государства и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Несколько разрозненных на первый взгляд фактов выстроились в красивую и весьма вкусную концепцию. В 1705 году Петр I привозит в Россию Ром, но этот напиток никак не хотел приживаться на русской земле, и лишь небольшие партии Рома регулярно поставлялись ко двору Его Величества. В 1708 году шкипер Петра сменял прадедушку Пушкина на бутылку Рома. Сам Пушкин писал об этом. «Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку Рома и в руки к шкиперу попал». Во время Отечественной войны 1812 года гусары привезли в Российскую империю рецепт жонки, где этот напиток не только прижился, а стал очень популярным. В состав жонки обычно входили экзотические в то время ром, специи, восточные сухофрукты и французское вино, которым пользовались для тушения сахара. Этот напиток был увековечен во многих литературных трудах того времени. Его поклонниками были Денис Давыдов, Михаил Лермонтов и Александр Пушкин. В 1833 году Пушкин упоминает пунш в поэме «Медный всадник». И блеск, и шум, и говар балов, овча с пирушки холостой, шипение пенистых бокалов и пунша «Пламень голубой». Чуть позже, в 1862 году Дон Факунда Бакарди Масса вместе со своим братом Хосе основал компанию Бакарди. Их эксперименты с технологиями перегонки привели к созданию более мягкого напитка, известного сегодня как «светлый ром». А в 1990 году компания Бакарди открывает свое представительство в России. В 21 веке, в 2011 году квинтэссенция данных исторических ингредиентов «Коктейль», «Пушкин», «Милк», «Панч» попадает в тройку лидеров Бакарди Легаси Competition. Наслаждайтесь!